Основатель сети «Красная Белая» Сергей Студенников о том, как построить бизнес на торговле алкоголем, газета РБК. Запретами невозможно людей отрезвить Ксения Шамакина сегодня, полночи 25. Фото, Екатерина Кузьмина, РБК фото, Екатерина Кузьмина, РБК-челябинский бизнесмен Сергей Студенников построил крупнейшую в России сеть магазинов алкоголя «Красная Амперсант Белая» из 1800 алкомаркетов в 30 регионах с оборотом 55 миллиардов рублей. В интервью РБК Студенников рассказал, как его сети удается зарабатывать на одном из самых конкурентных и одновременно зарегулированных рынков. «Красная – это вино, белая, водка» Вопросительный знак Когда вы открывали первый магазин «Красная Амперсант Белая» в 2006 году, вы сразу планировали строить федеральную сеть. Вопросительный знак «Да» – с первого магазина, с первой секунды. Изначально наша компания, раньше называлась «СПС Холдинг», по инициалам Студенникова, занималась дистрибьюторской деятельностью. Опыт начал накапливаться с 1988 года, то есть еще при Советском Союзе. Я начинал с водки, тогда был тотальный дефицит. Позже добавились пиво и табак. Это и есть три наши основные товарные группы на сегодняшний день. Потом приходилось еще много чем заниматься, но все равно все вернулось на круги своя. Мне сильно повезло в жизни, я общался с людьми, которые начали заниматься ритейлом уже в конце 1990-го. Вопросительный знак «Ха». Они вдохнули в меня идею ритейла, расширили мировоззрение. Сразу было понятно, что будущее в любом случае за ритейлом. И что нужна именно сеть, и сеть по всей стране, не просто в каком. То отдельном взятом городе или регионе. В ритейле, короче, ты номер один или никто. Вот такая позиция должна быть. Вопросительный знак «Когда вы говорите о людях из ритейла минус». Вы имеете в виду Романа Заболотного и Александра Жеребцова, основателей уральской сети «Монетка». Вы с ними развивали оптовую компанию «Р-модуль Монетка» в Челябинской области. Вопросительный знак «Они» в том числе. Конечно, «Р-модулям» я в Челябинской области занимался, а Роман – в Екатеринбурге. До 1996 года каждый работал самостоятельно, а с 1996 вопросительный знак «Го» решили объединить усилия. И где? То до 2001 года так работали. Когда «Монетка» начала развиваться в Челябинской области, в 2005 году, я им какую-то помощь оказывал в развитии. Непродолжительное время. В 2006 году мы, СПС Холдинг, в качестве эксперимента открыли первый магазин «Красная амперсанд белая» в Копейске, город-спутник Челябинска. Название, по сути, в горящем режиме выбрали. Почему именно «Красная амперсанд белая»? Для старшего поколения «Красная» – это вино, белая, водка. А по нынешним временам это «Красная и белая вино», естественно. Получилось, что совпало время и место. Время – это был 2006 год, момент введения ЕГАИСа, закрытия, импорта из Грузии и Молдавии. Произошел тотальный дефицит алкоголя на полках. В этот момент мы открыли свой магазин с наполнением больше, чем где бы то ни было. И все, с первого дня пошла выручка раз в пять выше ожидаемого уровня. Это явилось подтверждением, что мы сделали правильный шаг и что надо срочно заниматься тиражированием этих магазинов. Кеды и фуфайка. И все «Вопросительный знак» – вы основные владелец сети. «Вопросительный знак» назовем так, владелец компании – моя семья. «Вопросительный знак» – но есть еще совладельцы. Ваши поставщики мне рассказывали, что есть и другие инвесторы. «Вопросительный знак» – владельцев больше нет. «А частные деньги есть» – это да, конечно. Частные деньги привлекаются по такой же схеме, как и банковские, но к владению компанией это не имеет никакого отношения. «Вопросительный знак» на рынке считают, что вы не смогли бы так быстро развить сеть безвлиятельных покровителей. Некоторые называют вашими покровителями чиновников, другие – сотрудников федеральных силовых ведомств. Как вы это прокомментируете? «Вопросительный знак покровителей» – я думаю, сотни. Это в первую очередь наши партнеры по бизнесу в лице производителей, импортеров, девелоперов, банков. Понятно, что каждый на своем месте каким-то образом занимается нашим продвижением. Потому что они также зависимы от состояния наших компаний. Тот же Сбербанк, Сбербанк и Уралсип минус основные банки-партнеры сети. У него нет желания, чтобы мы завтра свалились. Если посмотреть, какой cash flow мы им генерим, например, в разрезе Уральского федерального округа, я думаю, мы там будем в первой десятке. Кто им еще сгенерит так? И так далее. Вот принцип покровительства – держимся рука за руку. Вопросительный знак «У вас же нет бизнес-образования», если я правильно поняла. Вопросительный знак «У меня» – бизнес-образования нету, MBA. MBA. Нету. Я жил в Челябинской области, в городе Бакали. Это маленький городок, и там идет трудодобыча. Я учился в садке, в горно-керамическом техникуме. Но повезло, что образование было на удивление очень хорошее, хотя я ученик не сильно прилежный был. Я работал по распределению, в карьере, в шахте. Потом в армию ушел. А уже с армии, когда пришел, сразу переехал в Челябинск. Приехал в Челябинск. Я работал в Челябинске. Я работал в Челябинске. Я работал в Челябинске. Мне ощущение, что надо будет, наверное, со временем эту агрессивную позицию менять, потому что мы раздражали весь рынок. Производители, поставщики, конкуренты, дистрибьюторы, короче, весь рынок был напряжен. Кто? Кто боялся с нами связываться, но были отчаянные производители, и они говорили, нам без разницы. Давайте, парни, мы готовы. А кто? Кто говорил, не, с этими дураками мы работать не будем. Сейчас понятно, что эти люди не у дел остались. Сопливых вовремя целуют. Но мы помним, кто нам подставлял плечо, мы этих людей, конечно, никогда не бросим. Мы работаем с ними по сей день. Вопросительный знак. Правда ли, что по предоплате вы иногда получали продукцию с наценкой от дистрибьютора всего 2-4%? Вопросительный знак, конечно. Я думаю, что поставщики и в минус работали. Кому? То выгоднее было отдать товар себе в убыток и рассчитаться по своим обязательствам, нежели попасть под банкротные дела, скажем. Вопросительный знак. Чтобы работать по предоплате, вы привлекали кредиты? Вопросительный знак, конечно. Основной источник средств для развития – это банки. Второе – это частные инвестиции. И третье – это прибыль, естественно. Вопросительный знак. Цена на полке у вас до сих пор бывает ниже, чем оптовая для других ретейлеров. Вопросительный знак. Нет. Теперь мы ничего не придумываем. Раньше мы придумывали и были драйвером падения цены на рынке. Сейчас ценообразование происходит стово-просительный знак процентно относительно рынка. Если сегодня акция в Ашане, за рубль продают эту позицию, мы у себя поставили за рубль. В Ашане закончилась акция, но есть в ленте теперь за рубль. У нас будет рубль. Завтра нигде акций нет, и эта позиция продается по рубль 20. Значит, у нас будет за рубль 20 продаваться. Задача – чтобы покупатель не делал круги по магазинам и не искал, где дешевле. Тебе не надо бегать. Ты приди, ты доверься нам. Это основная услуга, которую мы даем нашему покупателю. Мы за него промонетарили и дали самое лучшее ценовое предложение сегодняшнего дня на этот продукт. Вопросительный знак «Какова ваша рентабельность?» Вопросительный знак «Наша общая маржинальность приблизительно равна отраслевой». Баловая рентабельность в продуктовой рознице на сегодняшний день где? То 26-27%. Мы идем чуть ниже отрасли, буквально на 2-3%. Откуда у нас берется низкая цена на полке? В первую очередь, естественно, премия за лидерство от производителя. Сперва мы ставили задачу быть номером один по продажам продукции конкретных производителей на Урале. Потом, быть номером один у производителя в стране. Исходя из этого, естественно, мы получаем определенные премии и все остальное. Все, что мы так или иначе продавливаем, прогибаем, мы транслируем на полку. Понятно, что мы минимизируем наши издержки по логистике. У нас есть свои определенные фишки, где мы логистику, наверное, делаем эффективнее, чем в общем отрасль. И очень сильно, я считаю, мы выигрываем в очень эффективной аренде недвижимости, потому что у нас работает довольно сильная команда по развитию. 100% помещений мы берем в аренду. Это изначально была наша позиция, брать только в аренду. И до недавнего времени каждый объект я смотрел сам и сам принимал решение, берем этот объект или не берем. Вопросительный знак 1800 объектов смотрели. Вопросительный знак 1800 – это открытых. А для того, чтобы их открыть, надо посмотреть количество, умноженное минимум на 20. То есть 20 объектов принесли, из них один возьмем. Смотрел условие, что нужно отжимать аренду. Отжимать условие, с индексацией поработать, с компенсациями, с отсрочкой платежа. Это серьезная, длинная работа. Вопросительный знак вы жесткий руководитель. Вопросительный знак, конечно. У нас, как в государстве, жесткая вертикаль власти. По-другому никак, вообще никак, иначе, разброд и шатание. Плюс высока коррупционная составляющая, как и во всем обществе. Здесь на каждом шагу весь менеджмент завязан на те или иные финансовые решения, и здесь нужно контролировать все самому, обязательно. Потому что еще один из моментов, который отражается на цене товара на полке, минус это отсутствие коррупционной составляющей. Вопросительный знак благодаря личному контролю. Вопросительный знак, конечно. Все сети. Если возьмем любые федеральные большие сети, минус там высочайшая коррупционная составляющая в цене на товар, который на полке. Коммерческий отдел, это, как правило, самый коррумпированный отдел. У любого ритейлера, у собственника любого ритейла самая главная проблема, как эту ситуацию проконтролировать. У каждого своя метода какая? То, менее эффективная, более эффективная, чем у нас. Но у нас не один. СКУ. Завести невозможно без коллегиального утверждения и лично моего. И есть уже определенный имидж среди поставщиков. Они все знают, если, не дай бог, левое движение будет, работать никогда больше не будем. Они потеряют наш сбытовой канал навсегда. Потому что это расценивается как вороство лично у меня. Пришел и у меня из кармана вытащил деньги. Зачем? Вопросительный знак я правильно понимаю, что у вас поставщики не платят за листинг, то есть за ввод товарных позиций в ассортимент. Вопросительный знак у нас нет листинга, все продвижения мы делаем сами. Вся эта шелуха, которой занимаются сети, минус мы это не практикуем вообще. Мы за ввод той или иной позиции деньги не берем. Потому что мы просто так товар, чтобы он был, не берем. Если СКУ не рабочее, мы его выводим. У нас нет никаких временных обязательств перед производителем. Мы взяли, например, за листинг деньги, и хочешь не хочешь год это Г.А должно стоять. Нет. Это Г.А будет стоять равно столько, сколько нам потребуется, чтобы понять, что это Г.О все. Вопросительный знак ваши сотрудники рассказывали, что, если продавцы в магазине не выполняют план продаж, они забирают непроданный алкоголь, и он оформляется как недостача. Вопросительный знак нет, нет, нет. Это, конечно, инсинуации. Глупости, конечно. Нет такого понятия план продаж. Есть чуть, чуть другая ситуация. Постоянно есть какие. То СКУ, которые мы обнуляем, то есть вводим из-за оборота. Их мы больше не покупаем. Сотрудникам выдается план на предстоящий период, для каких. То позиций, на месяц, для каких. То на три или на полгода. У сотрудника есть список позиций, которые мы выводим, на которые надо обратить внимание с точки зрения продажи и как можно быстрее обнулить у себя в магазине. Мы даем, например, и говорим, вот по этой позиции через три месяца все, что у тебя останется на магазине, ты это будешь кушать сам. Сам или коллективом магазина. Вот такая позиция есть, да. Так называемая мусорная продажа. Персонал замотивирован. Там двойная мотивация. Во-первых, сотрудник финансово мотивируется на продажу этой позиции.